Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. В одном из наших последних новостных выпусков мы рассказывали вам, что вполне может быть, что в скором времени Вписка выпустит интервью с Мелстроем, потому что они сделали анонс ролика с очень громким персонажем, не называя его имени. Признаем ошибку. Оказывается, Вписка действительно готовила интервью со звездным героем, но им оказался Литвин, а не Мелстрой. Впрочем, и про Андрея в этом видео было сказано многое и не всегда лицеприятное. И стоит мне на сегодняшний день спуститься в ту же преисподнюю и начать заниматься той же движухой, то вполне вероятно Мелстрой может стать моей домработницей. В этом видео мы поговорим про ответ от Андрея, который, кстати, задел даже девушку Литвина, Адель Вейгель. Скажем и про другие новости, например, про грядущий альбом Кезару, который получил интересное название и дизайн. Обсудим и другие инфоповоды. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более трех тысяч моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Вначале поговорим про то, как Андрей задел девушку Литвина. Во время последнего стрима он прокомментировал отрывок интервью Литвина для Вписки, где блогер рассказывал, что Кадель подкатывал не кто иной, как Неймар. Да-да, та самая звезда футбола. Вот что сказал Мелстрой. Цитата. Поражал с момента про Неймара. Может ей тоже написать? Посмотрим, какая там любовь. А вот какой конкретно отрывок комментировал Андрей. Неймар подкатывал к твоей девушке. Была история, да, вот именно в тот момент, когда я начал к ней подкатывать. Так и чё, чё писал, чё предлагал? Хотел увидеться, приглашал в Париж. Говорил, знаю какая ситуация в стране, если нужна моя помощь. Кстати, если вы не знаете, кто такая Адель Вегель, то мы сделали про неё пост в нашем телеграм-канале в рубрике Убила BPM. Там мы рассказываем про самых заметных девушек индустрии, показываем фотографии, которые на ютубе демонстрировать нельзя. Ссылка на наш телеграм-канал, где вы найдёте пост, в описании ролика. Возвращаясь к Мелстрою, скажем, что куда более развернутый комментарий на интервью Литвина, мы услышим от него чуть позже. По крайней мере, именно так он заявил на своём последнем стриме. На этом, к слову, не все новости про Мелстроя. На том же стриме Андрей предложил Папичу провести совместный стрим. Об этом сообщают паблики в ВК. Если вы не знаете, известный стример Папич покинул Украину и теперь живёт в Дубае, где по условиям контракта он должен тратить по 100 тысяч долларов в месяц и снимать видеоблоги. Также стример не прекращает вести и прямые трансляции из нового места жительства. Здарова, гойз! Короче, с дома пока не получилось. Ну, вернее, я уже переехал, но там слишком много проблем. Поэтому я решил, следующее видео это будет про покупку компа. Из Арабских Эмиратов не так уж и далеко лететь до Северного Кипра, где сейчас проживает Андрей. Так что вполне может быть, мы сможем увидеть очень уж интересную совместную трансляцию двух гигантов стримерской индустрии. Тем более, что ранее Мелстроя донатил Папичу огромные суммы. Кизару сообщил, что его новый альбом выйдет 19 июля. Седьмой лонгплей в карьере Трэп Стара получил название Квазимода. Обложка он тоже отсылается к роману Виктора Гюго. Речь идёт про роман Нотр-Дам де Парри или же Собор Парижской Богоматери. Весьма интересное дизайнерское решение для обложки проекта. На ней в руках горбун Квазимода держит цыганку Эсмиральдо. С такими вводными уместно вспомнить Лос-Анджелесского саунд-продюсера Мэд Либа. Почему? Потому что у него когда-то был сайт-проект под названием Квазимото. А ещё альбом Бандана, записанный с Фредди Гибсом. Кстати, у Кизару уже выходил сниппет с этого релиза. А вот артисты Флорт и Солдат уже выпустили альбом 7343. Флорт и Солдат стремительно идут вверх по медийной лестнице, что неудивительно. Релиз 7343 написан в их новом жанре бум-бэп, и все треки выполнены в духе агрессивной новой школы 17-го года. Сейчас их имена гремят во многих СМИ-рэп-пабликах, а фанаты объединения особенно выделяют композиции бум-бэп на лимузин и телеграмм 7343. Бушидажо рассказал о своем будущем альбоме в вышедшем позавчера шоу MC Taxi. «Вот его слова. Я пишу альбом большой, серьезный, 13 треков. Для нашей страны такие альбомы сейчас редко делают. Это эксперимент. Огромнейший эксперимент. Отход от всех жанров, которые я делал. Абсолютно что-то новое. И танцевальная музыка, и лиричная. Необычные фиты, не коллеги по цеху. В начале мая у Бушидажо вышел трек далеко. Большой бушизм, ставший хитом». «Замай» выпустил клип Майлз Дэвис «Букер Дис». Песня вышла вчера ночью на делюкс-версии прошлогоднего альбома Lost Tapes 3. Там в ее названии нет приписки «Букер Дис». В треке имя Букера тоже не упоминается. Замай и Букер рассказывали об их конфликте на стримах. Замай пообещал выпустить Дис. Букер в ответ сказал, что он уже придумал припев для ответного Диса. И что Замай его не вывезет. Скажем пару слов про западные новости. У iSpice и Central Sea вышел клип на трек «Did I First». Это сингл с грядущего дебютного альбома артистки Y2K, который выйдет 26 июля. Совместная работа подогрела слухи о романе пары. Артистов уже замечали на свиданиях, а в клипе они еще больше намекают на отношения. Один из режиссеров «Did I First» Никита Вильчинский, который снимал клипы за деньги, да, в сердце время, тесно, каблуки, «Вандал» и многие другие. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...